здравствуйте друзья мы с вами движемся в сторону океана по санта круз а кто мы кто мы движемся то кто вот движемся марина это гость и ваш привычный уже образ так мариночка давайте мы про вас вы у нас гость все про вас сейчас узнаем откуда вы чё тут делаете вообще какие планы на жизнь погромче так из москвы получила визу грин карта по ибиван и еще раз как ибиван и ибиван это когда за таланты всякие дают а и и это что а это вот для меня лично то что без привязки без всякой работодателя понял понял за таланты ой-ой-ой собаку переехал господи ой-ой-ой-ой они конечно тоже здравый так вот у них собака бегает по дороге я кстати первая собака которую я увидела без поводка только вчера об этом говорила здесь ни разу не видела ни одной беспризорной собаки всегда на поводке ни одной кошки вообще не видела она просто кинулась к ему под колеса ну хорошо так значит какие ваши таланты рассказываете за что нынче до выдают грин карты какие какие в какой области ваши достижения вы прям педагогом выдают или вы может книжки писали какие писали книжки статьи статьи по педагогике и при педагогика какого плана общая методики частные методики 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 преподавания чего-нибудь ну чего все так вы педагог уже скажите организатор педагогики у меня была собственная школа на протяжении довольно длительного времени для детишек или для взрослых и для детей была и для взрослых ну какие дисциплины что изучали в школе просто и зритель наш смотрит и очень важно чтобы представление складывалось вот что возможно какие шарики подготовилась я вас умоляю рассказывать так давайте быстренько на ту сторону бизнес школу была бизнес школа да и она была практической направленности то есть мы брали слушатели и вместе с ними развивали их проекты это было одно из направлений и второе было детская школа для для выпускников ну да понятно ну хорошо ладно так вы с какого момента вы сейчас еще не приехали давай как бы по гостевой я да я сейчас как турист приехал я приехал просто посмотреть на две недели до самом начале мая прилетела в нью-йорк так потом меня это пригласили друзья то есть полтора месяца назад прилетела в нью-йорк за эти полтора месяца какие движения доли много я чего-то тут отворила как за эти полтора месяца я случайно я случайно подалась на уговоры друзей попробовать пройти собеседование я работала с этой компанией только удаленно так же ты программиста так пройти собеседование и случайно его прошла вот честно случайно потому что я совсем не ожидала прошла два тура заключила контракт сентября месяца то есть сентября вы будете программистом в сан-диего ну хорошо надо с чего-то начинать после приехала к другим друзьям уже сюда в санкт-кару образование вас какое вообще исторически исторически у меня есть медицинская педагогическая так и мбей в области инновационных технологий с точки зрения вот того что программист где вы учились это было вообще это было моим хобби не был как один проект давно лет 12 назад я никак не могла подобрать это команду программистов и подробно с ними напишу сама нет 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 так нет просто я поняла что немножечко наверное в этом нужно было разбираться у меня были друзья программисты и потихонечку потихонечку этот проект я тогда провалил я при пост под пыталась продать его инвестор инвестора место и без меня и вот и все и получилось так что я увлеклась программирование было наравне я увлекаюсь шоколадом и тортами и программирование оно было на одном уровне когда мы с вами будем шоколадный торт то делать я уж так зацепились за живое у нас тут люди но вы ничего не пропадаете никуда нет я не пропадаю более того я напротив решила зарегистрировать свою компанию школу поэтому я но не в сан-диего нет нет мне не сан-диего мне больше нравится а вас много вообще вот вы как бы в каком количестве я дочку хочу сюда с этим привести но они какого возраста и 25 35 ну это как бы сложный момент хорошо я понял это это не члены вашей семьи которые с вами сейчас я самостоятельно в дальнейшем я надеюсь они ко мне присоединятся у вас одна дочка но они хотят присоединиться или они еще не знают знаете я со школы дочка настраивала на то что в америке так а почему слушайте вы скажите почему мне всегда нравилось я очень много знаю калифорнии об америке и раньше я стремилась в нью-йорк если честно сейчас я в нем разочаровалась немножко в нью-йорк но только в плане климата да нет тусняк там мощный тусняк мощный там да тусняк там мощный энергетика бешеная просто а вот такой вопрос я вам задам вот в соединенных штатах например как город там сразу такой город он как правило либеральный если вы посмотрите на самый консервативный республиканский штат то вы увидите что большие города все голосуют за демократов а вот скажем люди на на местности на сельской такой они вот больше таких консервативных в россии как с этим делом то есть москва более либеральная чем допустим там я не знаю томск или что-то может быть краснодар честно говоря совершенно политично да и совсем-совсем-совсем не слежу ни за какими партиями абсолютно не знаю так давайте отойдем велосипедные дорожки в чили в декабре были выборы так отходим а что вам чили я просто ездил пингвинов туда смотреть этот это туристическая группа идет смотри вот идет впереди тетка это начальница а за ней но я сейчас мало народа всего двое да вот они на сегвея по москве сегвеи ходят тоже турист туристические то есть все как у людей очень продвинутый город отлично значит смотрите мы с вами а вы ездите в санта-крус все время да вы сказали я каждый день практически здесь бываю вот тут где мы сейчас идем тоже по берегу океана вчера позавчера позавчера я была здесь вечером остальные дни вот вот в этом месте были вот в этом на пирс на пирсе было конечно где поезд старинный так вот друзья вы с вами видите всех на поводках на поводках у вас такой порядок как у вас приятно ездить на дорогах вы себе не представляете еще ни одного штрафа не заработал за полтора месяца ну помилуйте а за что штраф стал как все идешь у нас будешь распеть остановили как минимум как вы нарушаете со мной нет зачем подождите вас остановят даже если вы не нарушали конечно просто в смысле просто вымогательство просто останавливают а здесь женщина симпатичная они говорят можно познакомиться нет на меня ни разу не штрафовали на останавливать останавливали конечно так ну хорошо друзья вот эти куда мы с вами пришли там какие-то флаги а может быть эти флаги связаны с тем мероприятием на которые мы движемся потому что мы движемся вы знаете куда мы движемся наши как что за мероприятие старинные автомобили они не безумно старинные но достаточно старинные так называемый будет то есть деревяшки вот эти вот деревяшки было время делали автомобили с корпусами деревянными и вот сегодня тут на этом пирсе они в десять часов утра открылись и сейчас на пол одиннадцатого да у вас есть часы пол одиннадцатого вот уже полчаса как все это друзья открыто и вот мы идем туда и вы не одни смотрите сколько нас тут ходит можно было бы поехать на машине на самом деле но дело в том что вот шлагбаум тут можно проездить да да уже красавцы тут пойдем посмотрим вот это не будет это не будет это кадиллак такой старенький вот но красиво поддерживается хорошей форме так такое ощущение что заднее колесо у него как-то опустилась она и передняя тоже у них такая есть манера они пневматические они подкачивают насосом и они поднимаются для езды а когда стоят они вот так стоят пониже может быть это тот самый случай вот серьезная вещь друзья вызывает восхищение да да кадиллака ну пошли смотреть у нас впереди много такого должно быть так вот мы могли бы на машине проехать если бы мы знали что там есть где запарковаться потому что сама эта выставка займет очень значительную часть паркинга вот зато можно вот пожалуйста на лошадке вот смотрите там где флаги написано pacific coast kites kites это змеи воздушные вот все все это все эти флаги видимо как-то да вас видите там у них на полочках лежат флаги флаги змеи и вот видимо вот то что сверху это как-то отражает возможный спектр приобретения змея на пляжах вообще люди любят запускать змея прошу ветре навсегда ну друзья а как пахнет марин скажите кайт пахнет морем правда водорослями водорослями пахнет вкусный запах ой ой пожарка пожарка так чего говорите надеюсь она не работать для порядка они же они же на самом деле здесь являются машинами скорой помощи то есть когда поступает сигнал сигнал бедствия кто туда выезжают сразу и искорая помощь парамедики выезжают и пожарка выезжает и полиция получают такая история если пожарка придет раньше то они оказывают первую медицинскую помощь они а ниже и парамеде то есть парамедики тушить пожар не будут но пожарка может оказать первую месяц туков ужте здесь пляж на здесь пляж на и я Я бы сказал, вот только что из Испании приехал. Вот что-то есть такое курортное, средиземноморское, я бы сказал. Тут, друзья, колоритные деды, потрясающие фрики. Все это ожидает нас сегодня в избытке. Люди съезжаются из разных штатов. Многие автомобили приходят своим ходом. В прошлый раз, я тут был пару лет назад, и там был такой приз, кто дальше всех пришел своим ходом. И дальше всех там был кто-то, кто прошел 2000 миль. Из какого-то там штата, вот он приехал на эту выставку. То есть они еще и на ходу. Я вчера пару машин видела, которые ехали сюда. Стареньких. Стареньких, да, очень стареньких. Хорошо. Что-то на вас написано «Стэнфорд бизнес». Это вы что там делали в Стэнфорде? Я сделала на экскурсию, но мне хотелось посмотреть еще Стэнфордскую бизнес-школу. Ну, а, я понял. Стэнфорд бизнес – это Стэнфорд School of Business. Я понял. Это известное очень заведение. У них есть софтверный департмент. Они делают программное обеспечение для своих нужд. И там наши студенты работают. Ну, в смысле студенты, выпускники. А еще мне очень понравилась ваша школа. Слушайте, а расскажите. Значит, Марина заглянула буквально там, ну, на полчасика поболтать. А вот глазами человек, который первый раз. Что это за учреждение у нас? Во-первых, это довольно серьезное, довольно серьезное учреждение. А вы там знаете, мне что больше всего понравилось? Вы там такого папа-папа для своих студентов. Пахан такой. Да, папа-папа. Я сама просто такая. А что серьезное? Места мало мы занимаем? Достаточно. Достаточно, да. Так, рыбакис, рыбакис. Так, что там, он рыбку поймал, нет? Да. Да, поймал. Это рыбка, да, вот рыбка у него такая. Анчоус. Ну, вот, да. Маленький. Маленький анчоус. Я забыла, как по-русски это называется. Малек какой-то. Анчоус. Анчоус? Анчоус. Анчоус. Пришли. Там народ суетится, правда? Да. По-русски говорят. Кто-то занимается. Ну, не все. У вас очень много иностранцев. Конечно, конечно. А, не все русские. Уютно. Уютно. Вот оно располагает почему-то. Я так подумала. Слушай, пойдем глянем велосипеды. Я такого еще не видел. Я же дочку сюда хочу. Наверное, я ее пришлю в вашу школу. Вы дочку не спешите. Пусть она сначала легализуется. Легализуется. Пошли смотреть велосипеды. Байсико-валы. Это знаете что? Похоже, что люди сюда Я понял. Люди приезжают. Люди приезжают на своих. Хороший какой велосипед у него. И, значит, они здесь паркуются. Парковка для велосипедов. И, честное слово, первый раз вижу. А смотрите, что делают. Берут лимоны, друзья. Берут лимоны. Марина, будете лимоны? Нет. В общем, короче, выдавливают лимон и получается лимонад. Ну, пошли. Да, лимонад здесь. Тут. Немножко другое. Не то понятие, которое мы вкладываем в лимонад. А какой здесь лимонад? А здесь выдавливают сок натуральный. Ну, а как еще надо? А у нас же газированный. Лимонад это газировка. Нет, ну вы можете туда газировать, если хотите. То есть это как бы никто не мешает нам. Все-таки лимонад берется из лимона, нет? Там не обязательно. Лимонная кислота, наверное, добавляется. Ну, у нас на самом деле лимонад, он как бы из свежего лимона, который вот рядом на грядке стоит. Там дерево растет. Да. Вообще Калифорния фантастическое место. Хорошо. Вот мы движемся. Сегодня многолюдно. Я хочу сказать, что вот такая толпища, которая у нас тут вот по дороге, это впечатляет. Они замедляют наш ход. Ну, мы движемся не спеша. Там впереди должны быть вот эти вот вудис. Я на эти вудис сделаю отдельный сюжет. То есть я могу его записать отдельно, а могу просто порезать потом. Это мы посмотрим. Они на ночь уезжать должны, да? Потому что я позавчера здесь была, это было 21 число. Да. Я не видела здесь старинных автомобилей. Вечером, по крайней мере. Тут есть правила некоторые. Правила такие, что... Ох ты же, ох ты же, 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 же. Что можно стоять до двух часов. Так, открыто. До двух часов ночи. Да. А потом открывается, типа там, с пяти утра снова можно. То есть им нужно три часа на уборку. Я просто машинку себе стоять. Да. Это форды. Это форды. Вот такие были. А он продается. Он говорит, 28 тысяч, пожалуйста, и недорого. Вот это на продаже. Так, ну чего, идем дальше. Но когда выставка... Я когда читал объявление о выставке, то там было написано, что заезд с четверга. Вот сегодня суббота. И сегодня самый главный такой день, когда все соревнования, они там все свои призывы дают и так далее. Судьи. Судьи соберутся. Смотри, молодежь, да, запихнули в такую колясочку. Давай я подойду, сниму. Вот. Вы видите, как деток везут. Но машины, заезд машин с четверга. То есть я думаю, что у них есть какой-то лайсенс специально под это мероприятие. И они вот заранее могут. Видишь, люди несут какие-то постеры. Обратите внимание. Они тут... Многие идут нам навстречу, они уже уходят. Вот тут человек на гитаре играет. Они с такими постерами. Мы сейчас по постеру приобретем. У меня есть бумажник. Мы обычно ходим тут без ничего. Но зная, что мероприятие... Тут, кстати, есть ресторанчик. Справа вот мы идем. Это все либо ресторанчики, либо магазинчики с сувенирами. И вот тут есть... Да, вот тут кто-то ест. Кто-то ест. Тут все рестораны очень классные. Но один из них прям так и называется Вудиз. Потому что вот эта вот выставка с деревянно подобными автомобилями, она является местным таким ништяком. Такой местной фишкой. Я понятно по-русски говорю? Да. А то я потом сейчас что-нибудь скажу. Я учусь русскому языку у наших зрителей. Они там... Да. Иногда пахнет мочой. Иногда пахнет наркотиками. Там какие-то там... Барихуаны. Это зависит от того, где ты идешь. Места разные. О, вот, друзья, шляпы. У вас вчера копченой рыбой. Пахло копченой рыбой где? В далеком. Там в каком-то дворе коптили рыбу. Ага. Какой запах. У меня Светлана любит коптить рыбу. Знаете, как пахнет? Ой, вы что? У нас дома коптилка, на даче коптилка. Мы всюду коптим. Понятно. Запах был просто фантастический. Вот здесь рыбой тоже пахнет. Тут вы сказали, и пахнула рыбой. Да. Так. А тут есть такое фастфуд, не фастфуд. Ну, тоже типа ресторанчика, где копченая лосось не походит. Ну, друзья, лосось. Такое ощущение, что здесь уже что-то начинается. Смотри, тут какие-то люди вот сидят на... Да, да, началось. Началось. Стой, 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 стой. Так, Марина, давайте мы зайдем вот оттуда. Все, друзья, мы на этом месте останавливаемся. И идем на самое начало. Так. Субтитры подогнал «Симон»-Симон «Симон»-Симон» Убеделье. Продолжение следует... Продолжение следует...